Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник. Открываем новую пятидневку. Также традиционно для наших понедельников хочу сразу сделать анонс нашего вебинара, который состоится сегодня в 16.30 по московскому времени, где мы традиционно подведем итоги прошлой пятидневки, коснемся основных событий предстоящей недели. И заключительным слайдом я продемонстрирую основные ценовые ориентиры по ключевым валютным активам, которые мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности. Поэтому в 16.30 по москве сегодня буду всех вас ждать. Переходим к нашему сегодняшнему брифингу. Также начнем с российской валюты и динамики нефти, которая напрямую определяет поведение рубля. Откройте графики USDRAP. Сейчас нам приходится довольствоваться закрытием пока прошлой торговой сессии пятницы, поскольку торги еще не начаты. В целом можно подвести итоги, что торговая сессия пятницы оказалась результативной большей для доллара, поскольку рубль немножко потерял и оказался в районе 54. Что касается нефти, то нефть просела до 62.75. Сегодняшняя азиатская торговая сессия уже чуть подняла актив выше 63. Но в целом можно сделать вывод о том, что Brent очень неплохо держится на дневках в рамках того коридора, который вырезался буквально с Хайов. Я думаю, что учитывая именно технику, учитывая то, что возможность как раз технической коррекции к ближайшей поддержке этой линии в районе 60 будет подкреплена еще соответствующим фундаментальным фоном, поэтому наши долгосрочные идеи вот-вот уже будут реализованы. Мы ждали 60 уже довольно-таки давно, остается еще 3 доллара, но учитывая волатильность, которая характерна для рынка энергоресурсов в последнее время, 3 доллара могут быть легко пройдены в рамках даже 2-3 торговых сессий. Поэтому ждем 60 и по-прежнему отталкиваемся от общего фундаментального фона. Что касается ключевых идей как раз фундаментального порядка, это избыточное предложение, о чем мы с вами говорим уже довольно-таки давно. Саудовская Аравия постоянно увеличивает добычу нефти и я думаю, что сейчас намеки того, что Саудовская Аравия как ключевой производитель нефтяного картеля ОПЕК может еще больше повысить выработку, является стратегическим фактором давления. Плюс ко всему мы знаем то, что в ближайшее время на рынке энергоресурсов может оказаться еще один серьезный игрок, это Иран, который на текущий момент экспортирует около 1 миллиона баррелей. Но после того, как будет достигнут очередной прогресс по переговорам тегеранской программы, я думаю, что в целом спустя какое-то время весь потенциал выработки может быть реальностью для рынка. А Иран в 2011 году экспортировал на рынок больше 4 миллионов баррелей нефти в сутки. Поэтому в целом у нас ожидается серьезный прирост по выработке, при этом это количество никак не подкрепляется соответствующими темпами роста мировой экономики. И периодически появляющиеся комментарии, прогнозы со стороны инвестиционных банков, рейтинговых агентств подтверждают то, что мировая экономика по причине слабости ключевых регионов пока также не может нащупать достаточных оснований для роста. Поэтому у нас получается такая прямолинейная фундаментальная идея, это избыточное предложение, недостаток спроса. В принципе мы используем эту идею уже больше квартала, но и на самом деле она до сих пор себя не изживает. Наша цель 60, пока туда и стремимся. Что касается рубля, то здесь также пока нет каких-то существенных изменений. Мы знаем то, что на рынке фигурируют потенциальные факторы негатива, связанные с юго-востоком Украины. Мы знаем то, что Центральный банк покупает валюту в рамках диапазона 100-200 миллионов долларов в день для пополнения золотовалютных резервов. И честно говоря, последние торговые сессии указывают на то, что пока ЦБ держится как раз в верхней планке. Мы знаем то, что эта программа будет продолжаться довольно-таки долго, поскольку еще Набиулина поставила конкретную цель. Это увеличение ЗВРов до 500 миллиардов долларов. Поэтому в целом пока, исходя из подобной логики, подобных ожиданий, я думаю, что у нас можно в качестве фактора действия российского мегарегулятора даже определять весьма растянутые сроки в перспективе 2-3 лет. Мне кажется, что не меньше 3 лет понадобится для того, чтобы увеличить ЗВРы до 500 миллиардов долларов. Что касается других факторов, мы продолжаем следить за ситуацией на рынке Форекс, в частности с динамикой американской валюты, поскольку доллар также сказывается на поведении рубля. И еще наиболее самый, наверное, актуальный фонд сейчас, это, конечно же, касательно российского рынка налоговый период, который традиционно провоцирует экспортеров продавать валютную выручку, запасаться рублем в ликвидности, потому что налоговые обязательства в рамках российской экономики, разумеется, нужно исполнять именно в национальной валютной единице. Поэтому традиционные периоды обычно характеризуются одними из самых больших налоговых платежей и выплат. Поэтому в рамках этого налогового периода бюджет может быть пополнен примерно на сумму в 540-550 миллиардов рублей. Конечно же, это очень много. Поэтому через продажу валютной выручки и локального спроса на рубль можно предположить, что текущая пятидневка будет иметь соответствующие предпосылки именно для укрепления рубля, поскольку налоговый период традиционно оказывал поддержку российской валюте. Хотя сейчас есть и другая идея, которая позволяет, может быть, даже нивелировать потенциальную поддержку со стороны налогового периода. И эта идея связана с тем, что неопределенность в Греции сейчас провоцирует инвесторов уходить в более безопасные защитные активы, традиционно повышает спрос, как и любая неопределенность геополитического характера, на американскую валюту. Потенциальный рост доллара может привести к ослаблению нефти, а ослабление нефти может, разумеется, стать еще одной причиной локальной девальвации рубля. Кто-то считает, что такой расклад, такой сценарий будет нивелировать позитив, связанный с налоговым периодом. Но я все-таки считаю, что рубль уже давно нам доказал, что неплохо использовать любое позитивное явление, которое характерно для рынка. И в данном случае налоговый период также вряд ли будет им проигнорирован. И что касается этой недели, вероятность того, что пара окажется выше 55, крайне низка. Я думаю, что мы увидим консолидацию в районе, как я уже отмечал на прошлой неделе, 53,5-55 как раз. Что касается долгосрочных стратегических целей, то здесь без изменений мы все-таки ожидаем то, что рубль еще потеряет и достаточно много. Мы делаем ставку на стремительное ослабление долгосрочного характера и возможность возвращения пары USDRAP в район 58. Но на это потребуется время и это будет возможно точно уж после завершения налогового периода. Идем дальше. Евро-доллар. Откройте графики, посмотрите текущая актуальная котировка. Кто мне подскажет? Слушаю. 1,1380. 1,1380. Спасибо большое. В целом, что у нас интересного по европейскому рынку и в динамике евровалюты? Давайте восстановим вкратце хронологию ситуации в Греции. Знаем, что тройка коридоров не достигла соглашения с Грецией. Знаем то, что между сторонами по-прежнему очевидны существенные разногласия, которые не удается преодолеть. Знаем то, что на прошлой неделе в четверг состоялась встреча министра финансов еврозоны, где большинство секций было посвящено как раз обсуждению этого вопроса. Но, к сожалению, Греция не подготовила соответствующего документа, соответствующего плана реформ, для того, чтобы можно было найти компромисс, базисное решение для преодоления греческого кризиса и разрешения греческих долговых проблем. Поэтому ситуация так и осталась неопределенной, еще больше увеличив риск того, что вообще это соглашение может быть недостигнуто. Сейчас большинство еврочиновников склоняются уже в пользу того, что в качестве негативного сценария обозначается даже не возможность и вероятность технического дефолта в Греции, а возможность и вероятность принципа домино и цепной реакции, когда вслед за Грецией могут последовать и другие страны, которые мы отмечали также на прошлой неделе. Это Испания и Италия, которые в последнее время также выступают против мер жесткой экономии и, возможно, могут решиться дать зеленый свет другой политической партии, которая уже использует другой политический курс. Это еще дополнительные геополитические риски и сейчас, может быть, кто-то недооценивает новостной фон, но я считаю, что вы этого явно не делаете. И правильно, потому что мы можем быть свидетелями распада валютного блока, скажем, целостности территориального объединения, которое, как раньше отмечали, является абсолютно необратимым. Сейчас все больше факторов и свидетельств того, что есть предпосылки для разрушения целостности этого региона и, соответственно, зоны евро. Еще один риск, поэтому евро, конечно же, сегодня открылся, непонятно, правда, почему, с гепом. Может быть, трейдеры делают ставку на то, что сегодняшнее экстренное совещание основы министра финансов еврозоны может оказаться результативным, но я считаю, что это преждевременное ожидание, поскольку у министра финансов еврозоны по-прежнему нет рабочего материала для согласования, ведь Греция еще не предоставила пакета реформ. Также, напомню, в прошлую пятницу, точнее в четверг, Греция обратилась к Европейскому центральному банку с просьбой увеличения экстренного фондирования в рамках программы поддержки и запросила дополнительно для поддержки греческого банковского сектора 3 миллиарда долларов. ЕЦБ экстренно собрались, обсудили вопрос, 3 миллиарда не дали, дали всего лишь 1 миллиард. Поэтому считаю, что у нас в качестве потенциального риска сейчас выступают еще и серьезные проблемы у греческих банков, которые, может быть, уже до конца этого месяца не смогут исполнять требования по залоговым обеспечениям. А это значит, что стоит только тенденции по оттоку капитала из греческой финансовой системы продолжиться, значит, мы увидим возможность технического дефолта даже еще до конца этого месяца. Ну а что касается ключевых сакральных дат, это по-прежнему 30 июня, когда Греция должна исполнить обязательства перед МВФ на сумму в 1,6 миллиарда евро, но денег по-прежнему пока нет. Евро растет, игнорируя все эти политические риски, я думаю, что те трейдеры, которые продолжают делать ставку на длинные позиции, сейчас, если уже в хорошем профите, лучше перенести, конечно же, эти позы на безубыток, но в любом случае те, кто еще колеблется в принятии решений, длинные позиции могут быть очреваты серьезными рисками. Я бы больше порекомендовал продолжать делать ставку на коррекцию главного валютного риска. Что касается пары доллара и японской иена, вчера, точнее, прошлая торговая сессия, пятничная торговая сессия, пара закрылась ниже 123, а в целом главным новостным поводом прошлой недели выступило заседание ФРС и конференция руководителя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. К сожалению, рынок не услышал того, чего ожидал, не услышал жестких комментариев о том, что американский мегарегулятор уже готов к тому, чтобы перейти к полномерному ужеточению монетарной политики. Напротив, Джанет Йеллен констатировала наличие системных проблем и пока обозначила тот факт, что лучше повременить. Хотя, в целом, до конца этого года ожидания в рамках голосующих членов Федеральной резервной системы указывают на то, что большинство склоняются в пользу того, что ставку необходимо повышать. В частности, пятничные комментарии одного из представителей ФРС, Вильямса, которые в оптимистичном ключе ждали этого от Йеллен, но Йеллен не высказалась, высказались ее коллеги. В частности, Вильямс обозначил реальный прогресс на рынке труда, мы это прекрасно знаем. Если ситуация будет развиваться таким же образом, то американская экономика сможет достигнуть целевые показатели по безработице ниже 5% уже вполне вероятно до конца этого года. Что касается инфляции, то этот показатель также, с учетом последних макроэкономических отчетов, растет. Мы наблюдаем уже, по сути, тенденцию из 3-4 месяцев, которые позволили показателю выбраться из отрицательной зоны и создать условия для постепенного повышения инфляционного давления к целевому порогу, который характерен для ФРС, так же, как и для других развитых рынков, в районе 2%. Поэтому Вильямс резюмировал свое выступление тем, что условия созданы, и лучше бы уже постепенно начинать повышать процентную ставку, поскольку затягиваться этим решением может оказаться еще более неправильным решением, чем досрочное повышение ставки. Я считаю то, что ФРС действительно вполне готова к тому, чтобы увидеть первое за последние 10 лет повышение процентной ставки, и вполне возможно, что это решение может стать реальностью для рынка уже либо в сентябре, ну или, говорить уже фактическими ожиданиями, больше в декабре. Ну, в общем, до конца этого года. Поэтому, в целом, доллар-японская иена сейчас сохраняет неплохой потенциал для роста. Мы ожидаем возвращения снова выше 125 иен за доллар. И дополнительным фактором поддержки для данного тандема валютных активов, для доллара, и фактором разгрузки для иены выступают еще заявления руководителя Банка Японии, Курады, в конце прошлой недели о том, что рынок ранее неправильно интерпретировал его высказывания относительно того, что японская иена является сейчас перепроданной и нет оснований для дальнейших мер по экономическому стимулированию, то есть решению программы количественного смягчения. Курада отметил то, что по-прежнему монетарные власти Японии ориентируются на показатели по инфляции, и если в ближайший квартал инфляция не нащупает основания для роста, для большего приближения к целевому показателю в 2%, значит мы к концу этого года сможем увидеть расширение программы количественного смягчения, может быть, даже на 40-50 триллионов иен в год. Это очень много, и это еще один фактор давления для японского валютного актива. И еще пару слов про USDCAD. Откройте графики, посмотрите, пара находится рядом с уровнем 1,23, недалеко от этой отметки, даже 1,2250, если уж быть совсем точными. Здесь стоит отталкиваться от макроэкономического фона прошлой недели, в частности, были опубликованы плохие данные по роничным продажам в Канаде. Это в целом готовит нас к довольно слабым показателям по темпам экономического роста. Я думаю, что если еще и нефть даст слабину и продолжит движение в район 60, то Канадец снова окажется под серьезным давлением и нацелится на возвращение нашей ближайшей цели, хотя мы ее уже буквально недавно достигли, это уровень 1,25. Продолжаем туда и смотреть. И что касается основных событий этой пятидневки. Неделя будет с точки зрения макроэкономических релизов и статистики не такой насыщенной, как прошлая, но учитывая то, что у нас Греция остается в качестве главного инфоповода рынка, в качестве, скажем, неразрешенной ситуации, разумеется, дополнительный негатив, либо позитив может стать причиной очень серьезной волатильности. Если эта волатильность будет характерна для главного валютного риска, для евро, то, разумеется, другие рисковые инструменты также начнут перенимать эти тенденции. Следим за Грецией, ориентируемся на этот показатель. А что касается статистики, то завтра у нас заказаны товары длительного пользования в США, в среду данные по ВВП, и в четверг у нас будет возможность оценить динамику личных доходов и расходов. Эти показатели напрямую подготовят нас к следующему отчету по розничным продажам. Напомню, что прошлые розничные продажи оказались слабыми, но если в этот раз мы увидим реальное увеличение личных доходов, это может стать причиной активизации настроения относительно более хороших цифр по розничным продажам следующего отчета. А значит, ФРС получит еще одно подтверждение того, что американская экономика продолжает восстанавливаться, и сейчас все больше аргументов в пользу того, чтобы переходить к самому важному событию этого года, может быть даже и не только, это ужесточение монетарной политики. Ясно? Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok